Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео! Только мы подумали, что в криптовалютном мире больше не может случиться ничего более безумного, как тут же это происходит. Сегодня я расскажу тебе о трех событиях. Первое, фактически, стало причиной затяжного медвежьего рынка биткоина. Второе может стать завершением двухлетнего судебного процесса, результат которого станет судьбоносным для криптоиндустрии. И, наконец, третья тема будет касаться стейблкоинов и цифровой валюты Центрального Банка, а именно USDC, Binance USD и цифрового доллара. Если ты найдешь в этом видео что-либо интересное для себя, не забудь поставить лайк. Мне всегда приятно, когда ты набираешь несколько тысяч лайков. Это прямо-таки заводит. Давай наберем 3000 лайков и большое спасибо за такую поддержку. Итак, начнем с этого. Нью-Йорк Таймс опубликовала эту статью. Основатель FTX Сэм Бэнкман Фрид, как говорят, столкнется с расследованием по поводу манипулирования рынком. Федеральные прокуроры расследуют, организовывал ли Сэм Бэнкман Фрид и его хедж-фонд сделки таким образом, что это привело к краху целых двух криптовалют в мае этого года. Так-так-так, это что еще за две криптовалюты такие? Интересно. Конечно же, Terra Luna и Terra USD. Прокуроры США на Манхэттене изучают возможность того, что господин Бэнкман Фрид манипулировал ценами двух взаимосвязанных валют, Terra USD и Terra Luna, в интересах подконтрольных ему организаций, включая FTX и Alameda Research. Разве это не безумие? Этот человек, возможно, не просто украл 10 миллиардов долларов, но также угробил Terra Luna и Terra USD. Ты помнишь, как тогда обвалился весь рынок? И более того, крах Terra Luna потянул за собой целую кучу банкротств, что тоже на ценах на рынке отобразилось далеко нехорошо. 2021 и 2022 годы кажутся нам просто невероятными, но теперь представь, что может еще случиться в 2023. Я думаю, нам еще многое предстоит с тобой раскрыть, но давай посмотрим, что об этом думает DocWon, создатель Terra Luna и Terra USD. Вот что он написал. Я думаю, что пришло время Genesis Trading раскрыть, отправляли ли они 1 миллиард долларов в Terra USD бирже FTX или фонду Alameda прямо перед коллапсом Terra Luna. Я помню, что покупка 1 миллиарда USD у Luna Foundation Guard была представлена ими как участие в экосистеме Terra, а не закупка боеприпасов для удара по Terra USD и попытки отвязать курс этого стейблкоина от доллара. DocWon также задается следующим вопросом. Alameda заняла девятизначную сумму в биткоинах у Voyager. Это описано в публичных документах о банкротстве Voyager, как раз перед тем, как Terra USD потерял привязку к доллару. Более того, Alameda попросила другие крупные фирмы занять еще больше, десятизначные суммы. Так что за кулисами происходят большие события. Если это правда получается, FTX обвалил Terra Luna. Что повлекло за собой целый каскад банкротств криптовалютной индустрии, в том числе, иронично, и FTX. DocWon не говорил об этом еще тогда, полгода назад, когда Terra Luna потерпела крах, но сегодня он указывает на SBF как на причину краха. Интересно, почему только сегодня? Теперь я хочу поговорить про Ripple XRP, комиссию по ценным бумагам и биржам США. Как ты помнишь, SEC подала на Ripple в суд, пытаясь доказать, что XRP является ценной бумагой. Суд растянулся так надолго, что я, признаться, даже не особо за ним следил. Но буквально 15 часов назад на своем YouTube-канале создатель «Кардана Ада» Чарльз Хоскинсон запустил новый стрим. Стрим шел более двух часов, как ты здесь видишь, но нас интересует только один момент на 19-й минуте. Это просто настоящая молния. Создатель «Кардана» Чарльз Хоскинсон в своем недавнем видео на YouTube-канале сообщил буквально сенсацию. Ну а если бы ты был подписан на мой новый телеграм-канал, ты бы об этом уже узнал, ведь там это все выходит гораздо-гораздо быстрее, чем на YouTube. Более того, я там буквально каждый день тружусь во благо криптоиндустрии. Постоянно держу людей в курсе самых интересных событий в мире криптовалюты. Поэтому почему бы тебе не подписаться прямо сейчас? Моя цель достаточно скромная – набрать всего лишь 10 тысяч подписчиков. Ссылка в описании. Итак, суд Ripple ESEC, который начался более двух лет назад, может завершиться 15 декабря 2022 года. Это цитата Чарльза. Не знаю, верить или нет, но это то, что он сказал. Цитата. До меня дошли слухи, что дело Ripple будет урегулировано 15 декабря, и результат может иметь катастрофические последствия для отрасли при любом исходе. Но знаешь, ты просто продолжаешь двигаться вперед, независимо от того, что произошло. Я так понимаю, Чарльз хотел сказать, что исход этого судебного процесса будет судьбоносным для криптоиндустрии. Причем любой исход, как победа Ripple XRP, так и его проигрыш. Кроме этого, на YouTube-канале Legal Briefs, который ведет адвокат Джереми Хоган, было опубликовано видео всего лишь один день назад, которое подписано. Суд Секи Ripple. Финал. Все уже подписано. Время прогнозов. Судя по этим признакам, дело действительно может подходить к завершению. Но это пока что не факт, хоть об этом уже и говорят и адвокаты, и целые генеральные директоры целых криптовалют. В любом случае, у нас есть дата 15 декабря, которую назвал Чарльз Хоскинсон. Если Ripple XRP выиграет, то он станет первой криптовалютой, официально регулируемой в США. Что, конечно же, очень-очень хорошо для всей криптовалютной индустрии. Скорее всего, на такие новости даже биткоин отреагирует ростом. Это будет большая победа для всех криптовалют. И, наконец, я хочу перейти к теме стейблкоинов. А именно, к USDC и BUSD. USDC очень крупный стейблкоин. Его капитализация обгоняет Binance USD практически в два раза. И от тезера отстает совсем немного. То есть, на данный момент это второй крупнейший стейблкоин. И о чем я сейчас хочу поговорить? Это о том, что ты прямо сейчас можешь держать потенциальную цифровую валюту центрального банка. Ожидает падение доходов в криптовалютной бирже на 50% и даже больше. Очень открыто они об этом говорят. Binance, к примеру, не такой открытый. Мне пришло на почту письмо от Binance, в котором они предлагают какой-то торговый ваучер на 500 Binance USD. Я думаю, откуда эти деньги вообще взялись? К примеру, как мы слышали, у FTX вообще не было биткоинов, которыми торговали на их бирже. Это были просто бумажные биткоины или же нативные токены биржи FTT. Происходит ли то же самое с Binance? Недавно Binance опубликовал якобы аудит, по результатам которого все депозиты их клиентов, но 101% обеспечены. Но они немного соврали. Об этом я говорил в прошлом видео. Если ты его не видел, посмотри по ссылке в описании. Это очень-очень интересно. Ну ладно, допустим, они обеспечены. Но из чего состоит это обеспечение? 54% это Binance USD и BNB. Практически как у FTX было с FTT. Coinbase дальше сообщает о том, что уволил множество сотрудников. Также они не стесняются говорить о том, что их доходы упали вдвое. Очень честно и открыто они об этом говорят. С другой стороны у нас есть Binance, который изо всех сил говорит, что у него все супер. На 101% супер. Coinbase, как и Binance, отменяет комиссионные для конвертации USDT в USDC. USDC принадлежит компании Sökol, а Sökol принадлежит Coinbase. То есть биржа фактически призывает всех выходить из тезера и заходить в свой собственный стейблкоин USDC. При этом Coinbase очень интересно это рекламирует. Они говорят, мы сделаем бесплатным ваш переход из тезера в самый безопасный, защищенный и пользующийся доверием цифровой доллар. Слушай, цифровой доллар. Цифровой доллар это USDC? То же название, которое ФРС США и Олл Стрит дали своему 12-недельному пилотному проекту, как ты помнишь. И теперь Coinbase пишет, переводите тезер в USDC, самый лучший цифровой доллар, который пользуется самым большим доверием. А мне вот интересно, а что случилось с USDC, которые были в Tornado Cash? После того, как последний обложили санкциями в США и начали преследовать его разработчиков чуть ли не по всему миру. А вот что, Секл даже не ждал каких-то там приказаний от властей, а сразу же заморозил все кошельки, которые участвовали в смарт-контрактах Tornado Cash. Заморозил деньги тех клиентов, которые использовали USDC. Эта ситуация показывает нам, что их цифровой доллар и USDC имеют огромный контроль. Они контролируют полностью этот стейблкоин, точно так же, как любая цифровая валюта Центрального Банка будет делать в будущем. Так что, ребята, цифровая валюта Центрального Банка, цифровой доллар уже может быть среди нас. Только мы еще об этом не знаем. Вопрос весьма резонный, а в каком же стейблкоине тогда вообще хранить свои деньги? Тезер, USDC, Binance USD, кругом страшно. Ну что ж, биткоин хоть и не дает возможности быть стабильным, но как по мне хранить деньги в нем на долгосроке? И то не так рискованно, как в стейблкоинах, которые полностью централизованы и полностью контролируются. Ну это, конечно же, не финансовый совет, это просто мое мнение. На этом все, меня зовут Богатейший Ди, увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok